Как добавить ссылку на вашу электронную книгу, или на другую статью, или на другой сайт, или еще куда-то? Вот в визуальном редакторе, вот есть кнопочка «Вставить, применить ссылку». И в текстовом редакторе, когда только код. Вот тут есть, тут она, линк, вот он. К примеру, вы пишете «Скачать книгу или просмотреть». Не забываем про тег, читать далее то, что вверху у вас на титульной странице, тег море, или разделитель он еще называется, «Скачать книгу». И тут нам надо вставить ссылку на книгу. Вот жмем линк, линк, выскакивает диалоговое окно. «Вставить, изменить ссылку». Вот это адрес самой ссылки, а тут текст ссылки. Тут вы можете написать слово «Скачать» здесь, вот тут будут ссылки с синеньким здесь. Вот если я напишу слово «Здесь», тут вот будет «Здесь». А тут ссылочку. Но если вы хотите загрузить свою книгу, то есть такой сервис у всех, у кого гугловский ящик. «Гугл диск». Где его искать? Всегда вот тут вот вверху есть вот эти девять таких вот точек. Щелкаете по ним. И выскакивает все сервисы, которые вам доступны. И тут есть YouTube сервис, блогер, почта. Вот он, диск. Открываете диск. Откроется у вас ваш гугл диск. Вы можете, если у вас будет много материала, создать папку. Потом ту папку открываете и уже в нее грузите. Папка открывается потом двойным щелчком. Папка книги, папка фото, папка видео. Вот тут 15 гигабайт, аж на гугл диске дается. 15 гигабайт бесплатного пространства. Вот у меня папка есть «коты 2015». Да, вот на диске. Там много у меня папок. Ну вот я открыл папку вот эту вот. И теперь просто вам нужно взять файл книги, который уже не будет архивированным. А PDF или RTF или DOC. То есть вы разархивируете свою книгу, чтобы она не была там ZIP или RAR расширения. Берете ее, тянете теперь вниз на значок браузера. Внизу компьютера есть значок браузера. И с той папки потом оно перескакивает сюда на гугл диск. К примеру, я в папке, у меня вот книга я скачала специально для примера Киплинг. Я беру мышкой, тяну это вниз на значок вот гугл хрома внизу. Открывается, видите, у меня гугл хром. Втягиваю сюда и бросаю мышкой. Все, пошла загрузка. И тут вот потом сообщение, что файл загружен, видите, зелененькое. Вот она, это книга Киплинга. Теперь смотрим, что мы делаем дальше с вашей книгой или чем-нибудь, который вы файл загрузили. Вы берете, щелкаете по этому файлу, чтобы он был синеньким. Они могут у вас быть списком, либо тут можно выбрать плиточками. Ну, файл, знаете, как картинками такие файлы будут у вас нагляднее. Вот у вас выделен файл Киплинг. Теперь вы щелкаете копировать ссылку общего доступа, потому что сейчас вы его только видите вы. А надо, чтобы и сайт мог обратиться к этому файлу и другие люди. Жмете вот эту кнопку. Ждете. Надо подождать несколько секунд. Видите, загорелось зелененьким. Доступ по ссылке включен. Теперь щелкаете настройки доступа, чтобы скопировать ссылочку корректно. Видите, вот такая длинная ссылка, она ж тут не влазит. Вы жмете копировать ссылку. Копировать. И внизу браузера там выскакивает сообщение, ссылка скопирована в буфер обмена. Все, вы жмете готово. Теперь открываете свой пост. У вас это диалоговое окно. И Ctrl V это вставить. Или мышкой щелкнули и вот вставить выбрали. Либо клавиатурой Ctrl V нажали. Вот ставилось в конце должно быть шаринг написано. Видите, что правильно ссылка. А тут написано скачать можно здесь. Тут вы можете любые слова подставить. Не здесь, а само название книги подставить. И обязательно открывать в новой вкладке. Что это значит? Если, к примеру, человек щелкнет по ссылке без этой галочки, то сайт ваш уйдет и ваш пост, и на его месте откроется Google Диск. А зачем вам, чтобы посетитель ушел с вашей страницы? Откроется рядом вкладочка в браузере и там откроется Google Диск. А ваш пост, который читает вашу запись посетитель, она останется открытой. Поэтому надо вот эту галочку ставить, открывать в новой вкладке и жмем добавить ссылку. И вот она ссылка добавилась. Она начинается вот с А, вот это служебного тега. И А вот с косой чертой, это закрывающий тег. Target Blank, вот тут вот, это значит открывается в новом окне. Ну, чтобы уже так вот это. А вот сам наш текст здесь. И все. К примеру, если вот вы тут добавили заголовок, к примеру, ну, один-один поставили заголовок. Опубликовать. Опубликовать. Просмотреть запись. Скачать книгу можно здесь. Видите? И вот вы, когда нажмете здесь, пошла открываться новая вкладка. И вот открылась эта книга на Google Диске Киплинга. Видите? Уже человек может читать. На Google Диске вот тут есть вверху клавиша, если он захочет скачать. Вот тут он нажмет, он скачает этот файл ваш. А если хочет, не хочет скачивать, он просто может брать тут и читать. Тут внизу уменьшается масштаб. Плюс-минус стоят клавиши, что если сильно крупно, можно там сделать меньше масштаб. Так что, вот это вот такой вот урок. Поняли, да? Что скачать здесь. Вы можете, если что-то не понравилось, редактировать запись. Тут есть вот щелкнуть обратно, ее можно отредактировать. Либо вот тут вот изменить. Видите? Изменить. А если открыть в визуальном редакторе, вот оно так смотрится. Видите? Вот она ссылочка, все. В визуальном редакторе помним, что можно вот с жирным шрифтом дать курсивом. И там также можно дать в текстовом редакторе B жирное и это курсив. Только надо в этом редакторе выделить вначале мышкой, что вы будете курсив или жирный делать. А потом уже нажать эту кнопочку. Ну, сегодня мы разобрались, как загружать файлы на Google Диск. Я вам показал. И как вставлять ссылку. Она link тут называется. А в визуальном редакторе она вот называется вот скрепочка. Вставить, изменить ссылку. Вот курсив. Только надо введите URL. Вводится URL, к примеру. Ввели. Нажать настройки. И тут вот текст ссылки. Вы можете написать название книги. Вставить. А тут URL. Вот это тот, который положено. Открывать в новой вкладке. Все. Благодарю за внимание. Задавайте новые вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.